Самые богатые люди в мире Самые богатые люди в мире В этой программе бывший шпион КГБ, который прошел от 500 долларов до 3,7 миллиарда всего за 15 лет Мы высоко взлетим с английским экопредпринимателем с состоянием в 200 миллионов И своим взглядом на будущее И австралийский плейбой, который не обращает внимания на критиков И вчетверо умножил состояние своих родителей Сначала о том, как этот исландский супергерой заинтересовал целое поколение детей и стал мировым феноменом Самые богатые люди в мире 20 лет назад Магнус Скевинг заключил пари со своим лучшим другом на то, что добьется успеха в любом выбранном деле Сейчас этот бывший плотник, зарабатывавший 100 долларов в неделю, мировая телезвезда с собственной империей развлечений Магнус Скевинг – исландец, возраст 43 года, состояние неизвестно Скевинг – реальный супергерой, у которого один костюм для офиса, а другой для своего альтер-эго Он – спортакус, обожаемый детьми и почитаемый родителями во всем мире Его хит – телешоу «Лэзи Таун» показывают в 109 странах и любят более 40 миллионов детей Магнус с братом и сестрой вырос в глухой исландской деревне Он всегда был спортивным парнем Это здание почты В этом городке не у всех были телефоны, поэтому люди звонили на почту Отсюда высовывались в окно и кричали, что какого-то конкретного человека надо позвать к телефону А я обычно играл здесь и обычно мчался со всех ног, чтобы взять листок с адресом и сбегать позвать человека к телефону А люди жили везде – и в трех, и в шести километрах Я занимался этим в возрасте от пяти до девяти лет Бегал и приглашал людей к телефону Это была моя первая работа и первые заработки Магнус выучился на плотника и мечтал стать архитектором Но в 20 лет Пари с другом навсегда изменила его жизнь Далее о том, как Магнус выиграл Пари И о бывшем русском шпионе, который сколотил одно из самых быстрых состояний в истории Самые богатые люди в мире Самые богатые люди в мире Магнус Скевинг никогда не мечтал стать мировой суперзвездой И владеть очень успешной телекомпанией с миллионными оборотами Но один разговор с другом изменил его жизнь навсегда Мы решили заключить Пари У тебя есть три года, чтобы добиться успеха в каком-либо виде спорта Но с одним условием Каждый из нас не должен был ничего знать об этом виде спорта Ударили по рукам Я выбрал для него бильярд, а он для меня аэробику Аэробика оказалась идеальна для Скевинга С его ростом в 170 сантиметров Он преуспел в ней Затем перешел в гимнастику Представлял Исландию и выигрывал чемпионаты Европы В 1994 и 1995 годах Магнус выиграл Пари Но успех его на этом не закончился Я такой маленький, что меня за этой трибуной почти и не видно Но я хорошо прыгаю Поэтому вы сможете меня увидеть Магнус стал еще и мотивационным лектором За 15 лет он посетил более 50 стран Делясь своими идеями с тысячами людей Если мои люди говорят, что это невозможно, я им отвечаю Не существует такого понятия, как невозможно Сам того не сознавая, он закладывал основы своего Лэзи Тауна Я много путешествовал по свету И увидел, что у детей нет образца поведения для здорового образа жизни Но как создать увлекательный образец поведения для здорового образа жизни? Возможно ли это? Я увидел в этом проблему И поэтому решил написать книжку Книга стала бестселлером За ней последовали другие Но решающий прорыв произошел с запуском его телевизионных сериалов Права на показ Лэзи Таун сейчас проданы во многие страны мира Шоу смотрят 40 миллионов детей на 18 языках Его высокооктановый, энергичный и разноцветный мир вызывает восторг у детей Скевинг в роли спортакуса добился больших успехов При общении детей к здоровому образу жизни Думаю, Лэзи Таун стал так популярен, потому что мы говорим правду Думаю, дело в этом Мы не фальшивим Мне нравится то, чем я занимаюсь Для детей мы не допускаем компромиссов Мы выкладываемся по полной, на все 100% Думаю, поэтому у нас и есть результаты Производственную компанию Лэзи Таун возглавляют Магнус и его жена Рагин Хейдуре Они вместе уже 17 лет У них большая команда Жена занимается соблюдением международных прав на Лэзи Таун Сейчас с полок магазинов ежегодно разлетаются миллионы игрушек, DVD-дисков, одежды и других товаров Я бы сказал, мне очень помогает то, что жена всегда рядом Она занимается финансами, а я могу работать, работать и работать В то время как она связывает концы с концами В наисовременнейшую телестудию Лэзи Таун в пригороде Рэй Кьявика вложены миллионы долларов Команда из 160 человек создает здесь шоу-программы от начала и до конца Каждый получасовой эпизод стоит 800 тысяч долларов Это в четыре раза больше обычной стоимости детской программы Скевинг в своем стремлении к совершенству не намерен срезать углы Тут не слишком ли много черного дыма? Не думаешь, что вообще слишком много черного? Он немного поднимется Цвет всегда как бы немного приподнимает Я 10 лет разрабатывал Лэзи Таун, прежде чем предложить программу на рынок Я проверял ее снова, снова и снова Репетировал, репетировал и репетировал И потом у меня получилась готовая программа Ее можно было распространять по всему миру Думаю, Лэзи Таун выполняет свою задачу И неплохо В смысле того, о чем она говорит Даже при том, что Магнус теперь может жить везде, где захочет Он с семьей решил жить в скромном доме, построенном 12 лет назад Этот дом имеет огромное значение для меня и моей семьи Потому что мы все здесь создали сами Например, в рождественские каникулы мы с другом построили эти шкафы Я делал все двери, все стойки Мы покрасили это и все потолки в доме Мы уложили пол А поскольку у меня полный рабочий день Времени на это было немного Я мог этим заниматься только с 10 вечера до 2 ночи Вот в это время и строил Это было очень удобно Потому что я очень много работал Приходя сюда, я как бы занимался релаксацией Так что вся наша семья вложила в этот дом всю душу Подобно Спортакусу, Скевинг не может находиться в покое Я всегда был очень активен и физически развит Никогда не мог остановиться Всегда чем-то занимался Конечно, становишься старше И играть Спортакуса становится все труднее и труднее Поскольку он слегка даже лучше, чем супергерой Приходится постоянно тренироваться Чтобы быть в состоянии играть своего персонажа Магнус любит машины У него есть Porsche Carrera 4 Классический Triumph TR4 Land Cruiser Но особенно он ценит изысканный дизайн Мне очень нравятся машины Люблю смотреть на них Сидеть в них Видимо, это моя слабость Мне очень нравятся детали Любые, всякие мелочи дизайна Люди, которые это придумали Намного опередили своих современников Они выдержали испытания временем Фантастически приятно видеть Сколько труда и мысли вложено во все это Мне очень нравятся мелкие детали Как я, раз за разом повторяю в своей команде Больше индивидуальности Больше и больше точности Очень люблю детали Меня всегда интересовали машины Я мечтал иметь Porsche чуть ли не с детства Магнус Скевинг ставит философию своего шоу выше прибыли Камеры снимают очередной эпизод Лэйзи Тауна Снова текут деньги Но Скевинг редко находит время их тратить Я как можно реже стараюсь ходить в банк Но когда хожу, выделяю себе немного денег на карманные расходы Стараюсь потратить как можно меньше Меня иногда спрашивают Богат ли я? На это можно ответить так Я один из самых богатых людей в мире Потому что занимаюсь тем, что доставляет мне огромное удовольствие И может быть, я оказываю какое-то влияние на мир Потому что вижу изменения Получаю подтверждения от разных людей Что я изменил их жизнь Следовательно, можно сказать, что Лэйзи Таун Одна из богатейших компаний в мире И что я лично один из богатейших людей в мире И если мне придется потерять все деньги Я все равно останусь богатым Самые богатые люди в мире Магнус Скевинг родился с энергией к успеху А этот человек начал свой подъем в миллиардеры Только после распада Советского Союза Самые богатые люди в мире Русский политик, миллиардер Александр Лебедев Известен как шпион, пришедший за золотом В 1992 году он оставил КГБ с пятью сотнями долларов за душой Через 15 лет он один из 250 богатейших людей в мире Экс-президент Михаил Горбачев Его друг и партнер по бизнесу Но заработав состояние, он занялся благотворительностью Жертвуя миллионы для улучшения жизни простых россиян Надеюсь, что с точки зрения нравственных ценностей И моральных критериев Я скорее дающий, чем берущий Александр Лебедев Александр Лебедев Миллиардер, который хочет жить по-другому Москва Государственная дума Российский парламент Лебедев был избран в него в 2003 году Его политическая карьера развивается параллельно с успехом в бизнесе Который считается образцом для российской экономики Он владеет 30% аэрофлота Инвестиционным банком стоимостью в 2 миллиарда А также является акционером российских энергетических компаний В размере сотен миллионов долларов Он также совладелец газеты И с удовольствием делится информацией с прессой Лебедев – миллиардер-трудоголик Которого мало интересуют материальные ценности У меня такой спартанский образ жизни У меня такой спартанский образ жизни Что мне не нужны яхты, самолеты, футбольный клуб Челси и другие вещи Чтобы доказывать, что я лучше других Московский особняк Лебедева соседствует с домами других богатых и знаменитых людей Кажется, он чуть ли не смущен своим домом стоимостью в 20 миллионов долларов Советская номенклатура, все эти старые дачи до сих пор вокруг Здесь живет Горбачев, многие другие Я-то здесь поселился случайно Просто помог другу разобраться с его долгами Мне как бы не нужен был дом Дом относительно скромный – тысяча квадратных метров Его классический облик на протяжении последних пяти лет Был тщательно восстановлен, что обошлось в 5 миллионов долларов Бассейн был тоже уже сделан в доме До того, как я купил его Все остальное создали архитекторы, дизайнеры и художники из Санкт-Петербурга И художники из Санкт-Петербурга Его роскошный особняк сильно отличается от многоквартирного дома, в котором он вырос Необычно для миллиардера, но его мать до сих пор живет здесь Его родители были учеными Эту спальню Александр Лебедев делил со своим братом Александр был очень живым мальчиком Развивался он очень быстро И был очень энергичным В школе он учился очень хорошо Но был достаточно ленивым Не мог заставить себя заниматься уроками Потому что его интересовало очень многое Лебедев изучал международную экономику в МГИМО В институте, где КГБ зачастую рекрутировал студентов Александру тоже поступило предложение В 1988-м 29-летний Лебедев получил назначение в Лондон Он уверен, что жизнь в Лондоне и анализ международного финансового рынка для КГБ Оказали решающее значение для его последующего успеха Думаю, что если бы я не оказался в Англии Маловероятно, что я бы преуспел в бизнесе Чувствуя, что Советский Союз близок к распаду Лебедев уходит из КГБ И в 1992 году возвращается в Москву Найти работу было непросто У меня было то ли 500 долларов, то ли 500 фунтов Что-то я пытался торговать чем-то Я торговал обувью, книгами Перепробовал многое Даже занимался частным извозом по ночам Чтобы как-то поддержать семью Сейчас у Лебедева собственный водитель В середине 90-х, в период разбалансированности финансового сектора в России Работая консультантом в Вестернбанк Он совершил изумительную финансовую сделку с иностранной валютой Банк заработал 7 миллионов, из которых 2 миллиона были мои На эти деньги я купил небольшой банк Национальный резервный банк Александр начал неудержимый подъем Его банк инвестировал в такие российские энергетические гиганты, как Газпром Думаю, что работая в банке в течение 8 лет Я провел около двух сотен крупных сделок Эти 200 сделок принесли ему первый миллиард В течение последующих пяти лет Прибавилось еще 2,7 миллиарда Но у Лебедева уникальное отношение со своим колоссальным состоянием Я как-то это не ощущаю на персональном уровне Я считаю деньги инструментом, с помощью которого можно изменить что-то к лучшему Менять что-то в жизни не для себя Стоимость недвижимости в Москве доходит до 4 тысяч долларов за квадратный метр Поэтому Лебедев вложил миллионы в строительство доступного жилья Наподобие этого проекта для менее состоятельных граждан В Санкт-Петербурге он построил современнейшую детскую клинику стоимостью в 60 миллионов Он также стремится сохранять культурное и архитектурное наследие России Он потратил миллионы, возвращая этой московской церкви ее былую красоту Он внес свой вклад в реставрацию домов Толстого и Стравинского Похоже, он с большим удовольствием тратит деньги на чужие дома, нежели на свой собственный Который первоначально принадлежал генералу Красной Армии Лебедев считает его слишком формальным и слишком большим Музыкальный салон Музыкальный салон У меня слишком много комнат Мне достаточно одной Я и в гостиницах не люблю апартаменты Приходится тратить время, чтобы переместиться из одного места в другое Время – это ценность Я не люблю большие дома Они отнимают время Александр слишком занят, чтобы зря тратить время Он банкир, благотворитель, политик и бизнесмен У него действительно нет времени думать о себе, как о миллиардере, не говоря уж о соответствующем образе жизни Он прошел очень долгий путь от торговца обувью и таксиста Безусловно, в этом есть некая доля удачи и случайных совпадений Но я считаю, что удача скорее приходит к уверенным в себе Упорным, трудолюбивым, способным противостоять трудностям Нежели к тем, кто лежит и ничего не делает Так не бывает Далее, каким образом парадоксальное мышление привело английского борца за экологию С состоянием в 200 миллионов долларов к зеленым идеям Самые богатые люди в мире Встречайте хорватских и сербских ультрас Самых лютых футбольных фанатов на свете Для нас футбол — это жизнь Когда у нас есть оружие, мы деремся с оружием Когда нет оружия, мы деремся голыми руками Мы проникнем в их организацию и узнаем, за что же они дерутся У нас есть наша игра, и это важнее, чем футбол Всемирный клуб футбольных хулиганов «Балканы» Сегодня вечером на «Дискавери» Это произошло средь белого дня Я увидел гигантский сигарообразный объект Он двигался с невероятной скоростью За несколько секунд преодолевал огромное расстояние Он находился в поле зрения всего 40 секунд, а потом вдруг исчез Буквально в мгновение ока Тысячи лет за нами наблюдают существа из космоса Меня зовут Хактан Агдаган, мне 42 года Я изучаю НЛО последние 22 года За последние 10 лет я видел три НЛО В 2001 году мы открыли первый музей НЛО в Восточной Европе, на Балканах и Ближнем Востоке Наша цель — при помощи собранных доказательств показать людям, что мы не одни во Вселенной Сначала все думали, что мы сумасшедшие, что мы живем в мире иллюзий, что все это научная фантастика Но за последние 10 лет мнение людей изменилось Они менее предвзяты, более открыты для тем НЛО и все больше принимают эту идею Это хороший результат Общество всегда вначале отрицает прогрессивные идеи Люди верили, что Земля — центр Вселенной, что она плоская А когда Галилео Галилей заявил, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца Его идею отвергли, а его самого едва не сожгли Все государства должны открыть людям все факты, подтверждающие, что мы не одни во Вселенной Если мы предоставим эту информацию, изменится мировая действительность Люди всех религий, рас и национальностей объединятся в одну группу — земляне Самые богатые люди в мире В ряду богатейших людей мира австралийский плейбой с состоянием в 400 миллионов долларов Любимец Сиднея Но прежде — эко-предприниматель, который мечтает спасти планету и зарабатывает на этом миллионы Самые богатые люди в мире Глубоко в сельской местности Южной Англии, в чудесном районе, известном как Котс-Сволдс Этот мультимиллионер строит поселок будущего Он застройщик, но с зеленым уклоном Для богатейших людей в мире он строит 46 домов по проектам ведущих архитекторов А также сотни других домиков для отдыха Каждый представляет собой экологический рациональный проект Мне всегда нравилась идея экологически рациональной жизни Потому что в ней есть смысл Никто не хочет лишиться ресурсов В этом как раз суть экологической рациональности Мы слишком много потребляем От этого надо бы отказаться или найти другой способ Джереми Пакстон обожает риск во всех видах Бывший чемпион по водным лыжам Свой первый миллион он сделал в издательском деле и недвижимости Джереми Пакстон, британец, возраст 46 лет, состояние 200 миллионов долларов Дальнейшее свое состояние он намерен наращивать на зеленой революции Превращать распад в устойчивое развитие Продвигать экологический дизайн Такой тип поселения будущего Это будет абсолютно потрясающе В 1990 году Джереми вложил свои деньги в эту территорию площадью 220 гектаров Он хотел жить здесь и создать природный заповедник Затем ему пришла мысль о создании экологического поселения будущего Меня очень интересует архитектура Очень интересует экология Очень интересуют люди И здесь есть возможность все это объединить и посмотреть, к чему все приведет Сначала Пакстон спроектировал собственный дом Превратив этот амбар 17 века в жилье 21 для своей семьи Он полностью выкупил землю Поэтому мог свободно, не залезая в долги Присоединиться к зеленой революции И развивать поместье Лоуэр Милл Пока что он построил 176 домов Четверть от запланированного Каждый стоит около 2 миллионов долларов И строится в соответствии со строгими экологическими стандартами Здесь надо будет все опустить, чтобы они сразу видели всю перспективу Мы используем энергосберегающие лампы Мы используем унитазы с коротким сливом Используем экономичные головки для душа Мы собираем дождевую воду Запасаем солнечную энергию Эти солнечные панели будут полностью обеспечивать все внешнее освещение Это очень экономично Пакстон вносит новаторские изменения и в способ строительства домов Новые экологичные технологии и беспокойство о глобальном потеплении Заставило строительную индустрию переосмысливать свои методы А это обходится недешево Строить экологически безопасным способом, конечно, намного дороже Это само собой И неизвестно, окупятся ли такие расходы после продажи домов Примерно год назад я бы сказал нет Но мы делали так, потому что чувствовали, что должны И могли Но сейчас я уже скажу Да Сейчас люди готовы платить за экологическую устойчивость И нулевую чистую энергию Любовь Джереми к природе зародилась в национальном парке Нью Форест, где он вырос Но сначала она проявилась на воде Он выигрывал международные соревнования по водным лыжам Это было бесценно Я бы ни за что не отказался от этого периода жизни Это было слишком хорошо Предприимчивый Джереми всегда следовал своим склонностям, чтобы зарабатывать деньги У меня всегда была тяга Любовь к приключениям Было желание добиваться того, что меня интересует Что зажигает Этим я и занимаюсь Я занимаюсь своими хобби как хобби А потом они перерастают в бизнес Из водно-лыжника Паксон переквалифицировался в спортивного телекомментатора Потом занялся издательским делом Выпускал специализированные журналы по своим любимым темам Таким, как лодочный спорт и авиация В 1988 году, продав издательскую компанию, он стал застройщиком Он купил землю в поместье Lower Mill за 25 миллионов наличными И намеревался не влезать в долги Он строит свои дома порциями Вкладывая прибыль от продаваемых участков в строительство следующих Спрос превышает предложение Великолепно иметь возможность заниматься этим в таком масштабе И не влезать в долги Потому что главная идея всей концепции Медленный рост Чтобы иметь возможность набираться опыта на каждом этапе И применять этот опыт на следующем Следующий этап 46 очень интересных архитектурно-амбициозных домов Каждый из них будет стоить 4 миллиона долларов Их модернистский дизайн не противоречит экологической рациональности Идеи Пакстона будут воплощать 22 лучших архитектора мира Под руководством его главного архитектора Ричарда Рейда Он спроектировал это Виллу Санданс Верхний этаж вращается на 360 градусов, чтобы ловить солнце Думаю, ему хочется несколько большего, чем типичный жилой особняк То есть этого он точно не хочет Он хочет создавать здесь нечто уникальное Футуристические дизайны неповторимы Это здание в стиле Гугенхайма С плавательным бассейном на крыше Другое Поразительная конструкция в виде скорлупы С выдвигающимся полом Этот дизайн вдохновлен орхидеей Офрис Пчелоносный Его приобрел еще на стадии проекта Один покупатель из Монако Для размещения своей эротической художественной коллекции Для архитектора очень освежающе быть ничем не скованным Обычно от них требуют все Здесь требуют очень мало За исключением уважения к окружающей среде Гармонировать с окружающей природой Несмотря на свои зеленые верительные грамоты Пакстон пилотирует биплан ПИЦ СТ-2 Стоимостью в 100 тысяч долларов Это лучший в мире самолет для воздушной акробатики Способный выдерживать шестикратные положительные И трехкратные отрицательные перегрузки Для меня этот самолет олицетворение полной свободы На нем я максимально приближаюсь к птицам И форма его мне нравится С какой стороны ни посмотреть Он выглядит так, словно всегда стремится взлететь Поверхности управления делают его очень маневренными Его не надо заставлять Ты просто летишь И все твои нервные окончания Непосредственно связаны с плоскостями управления Он отзывается на любое твое желание К управлению Пакстон относится очень серьезно И в бизнесе, и в воздухе он полагается на собственный инстинкт Многие думают, что если ты летаешь, ты очень рисковый человек На самом деле я не рискую Я управляю рисками И должен заметить, что в небе я чувствую себя В большей безопасности, чем на дороге в машине Потому что авиация сама по себе не таит никакой опасности Она просто абсолютно не прощает любого рода беспечности или вольности Ему также принадлежит двухмоторная турбовинтовая Cessna Golden Eagle Развивающая скорость до 650 км в час Она может летать на высоте до 9,5 тысяч метров И стоит 2,5 миллиона долларов В бизнесе время, деньги И сегодня он летит в Амстердам Он встречается со специалистом по альтернативным видам энергии Чтобы понять, годятся ли ветровые электростанции В качестве источника энергии для его экологического поместья Доброе утро Да, я пытаюсь до вас дозвониться Я сейчас вылетаю в Шипхол Полагаю, вы используете 2,6 Чтобы компенсировать выбросы углекислого газа Которые он производит своими круглогодичными полетами Пакстон сажает деревья Мы стараемся как можно больше приблизиться к нулевому потреблению энергии А у этого голландца, говорят, есть система ветровых турбин Которые способны обеспечивать энергией минимум 144 дома Их задача сегодня убедить нас в надежности технологии их ветровых турбин Ян Фокстрот Янки, диспетчерская служба Бруклинс Парк, далее Клэктон Бруклинс Парк и Клэктон, понял Я у Ван Фокстрот Янки И в идеале постараться получить заказ О каких турбинах идет речь? Турбины мощностью по 80 киловатт Это голландская компания, мировой лидер в технологии ветровых турбин Они утверждают, что их турбина стоимостью 240 тысяч долларов Может обеспечивать энергией 50 домов Какую мощность способна производить каждая турбина? Каждая турбина в 80 киловатт Номинальный выход достигается только при определенной силе ветра Да? Оптимальная скорость ветра для этой турбины 60 километров в час Так много? Около 60 Нет, не может быть 60 километров в час? Да Серьезно? Сильный ветер? Примерно 12 метров в секунду Так? Да Пакстон хочет заказать три турбины Но местные власти должны дать разрешение на их установку Он вложил более 5 миллионов долларов в охрану И улучшение естественной среды обитания на территории Лоуэр-Мил Для этого Джереми пригласил опытных специалистов Он выделил миллион долларов на восстановление популяции речного бобра Говорят, выдры способны перелезть через это, а бобры не могут Бобры в Британии исчезли 500 лет назад Мне захотелось вернуть их в страну Потому что они архитекторы живой природы И они прекрасно вписываются в эту саму идею Лоуэр-Мил Как с точки зрения экологии, так и архитектуры Это своего рода священная земля Здесь все начиналось Да, особенный день Бобры играют важную роль в сохранении ландшафта болот Они валят деревья и обеспечивают условия существования различной живности Замечательно, что они вернулись и опять этим пользуются Да, было даже трудно представить Бобры идеально подходят для поместья Пакстона Он от них в полном восторге Они, можно сказать, становой хребет экосистемы Потому что они вечные бродяги В постоянном движении, в работе Приносят огромную пользу природе Летательный аппарат может и противоречит человеку, столь страстно относящемуся к окружающей среде Но Пакстон твердо верит устремлениям своей души Не надо ничего делать ради денег Не надо искать деньги Это очень интересно Это стимулирует И довольно забавно Но, возможно, это тоже приносит тебе пользу Самые богатые люди в мире Джереми Пакстон сделал себе состояние с нуля Далее Человек, родившийся с деньгами, который существенно их приумножил Да, чувствуешь приток адреналина Самые богатые люди в мире Джастин Хэммес Один из самых молодых мультимиллионеров в Австралии Менее чем за 10 лет Хэммес превратил родительскую империю мод В первоклассный отель и эстрадную группу Стоимостью более 400 миллионов долларов Мне очень повезло, что я смог осуществить свои мечты Я самый счастливый человек на свете Джастину принадлежит 16 баров 5 отелей 4 ресторана И 3 ночных клуба Все в самом центре энергичного Сиднея Джастин Хэммес Австралиец Возраст 34 года Состояние 400 миллионов долларов И ему всего 34 Молодой, холостой и очень богатый Хэммес ведет очень бурную жизнь Автогонки или бизнес Джастин везде стремится быть первым Вероятно, у меня самый сильный дух соперничества в мире Ну, может, я немного преувеличиваю Он только что потратил 6,5 тысяч долларов Арендовав Сиднейскую гоночную трассу Истерн Крик Для тренировок на своем Порше Стоимостью 200 тысяч долларов Автогонки — это прежде всего вопрос техники А не кто быстрее Тут есть настоящая стратегия Я часто остаюсь до вечера, допоздна Изучаю все графики, схемы, трассы Анализирую, как можно улучшить время На каждом повороте Уже на второй сезон участия в гонках Он выиграл австралийский чемпионат В классе прототипов Блестяще Блестяще, я жив Да, это такой выброс адреналина Аппетит Хэммеса к зарабатыванию денег ненасытен Его новейшее предприятие Самое амбициозное и пока что самое дорогое Айви стоимостью 125 миллионов Станет крупнейшим досуговым комплексом в центре Сиднея Мы делаем полуэтаж над баром Ройл Бьорг Мы надеемся залить поперечину к концу следующей недели В 18 лет Джастин работал каменщиком на сооружении одного из отцовских зданий С тех пор он и полюбил строительство Мне это знакомо три Я знаю все лучше любого консультанта Потому что мне очень хочется, чтобы все было идеально Чтобы это было самым лучшим Поэтому хочу знать все, что происходит Эрмитаж – одно из сокровищ исторического наследия Сиднея Готический особняк викторианской эпохи Некогда принадлежал семье Вулвортов Оценочная стоимость – более 25 миллионов долларов Он один из самых дорогих в Австралии Джастин родился здесь в 1972 году Его отец Джон – выходец из Голландии И мать Мэри Уэйл – австралийка Сделали свои миллионы в мире моды Каждый раз, открывая магазин, они приобретали все здание В семье Хэмисов исключительно близкие отношения Джастин до сих пор живет с мамой и папой, но в восточном крыле К своему богатству он может и относиться, как к данности Но не считает, что оно гарантирует успех Деньги не важны Думаю, если ты преуспеваешь, то нет никакой разницы Много у тебя денег или не так много Особенно в Австралии Здесь довольно ровная игровая площадка Вероятно, это связано с австралийским менталитетом Который не такой, как в других частях света Привет! Привет! Далее Почему Джастин Хэмис, царь баров и всеавстралийский плейбой? Самые богатые люди в мире Самые богатые люди в мире При состоянии более чем 400 миллионов долларов Джастин Хэмис – самый знатный холостяк Австралии На третьем десятке лет его лицо частенько появлялось на обложках журналов национальных знаменитостей Обычно каждый раз с новой девушкой под боком Конечно, я прошел через разгильдейскую стадию Все-таки у меня привилегированное положение Отсюда быстрые машины, быстрые катера Газеты вовсю смаковали, когда он перевернулся на своем катере в пятницу 13-го Он привык к негативной прессе Думаю, я был наравне с Бен Ладеном Не знаю, откуда это взялось Может, он разозлился на что-то Публика до сих пор думает, что у меня нет никакой деловой хватки Единственное мое занятие – ночные гулянки Они просто не знают, что происходит Раньше меня это задевало, теперь нет Меня волнует только то, что обо мне думают моя семья и мои друзья Если они считают меня хорошим человеком, это самое главное Я угадал? Джастин доказал, что его критики ошибаются Он превратил роскошный отдых в дело, приносящее огромную прибыль Поначалу он колебался вступать в семейный бизнес Поскольку тот все еще в основном был связан с миром моды Было очень увлекательно в 50-е, в 60-е и в 70-е А в 80-е начался застой Именно Джастин все изменил Он не хотел оставаться в мире моды И мы были рады из него выйти Он был уверен, что будущее за стильными барами, ресторанами и отелями Сидней быстро превращался в желанный город с репутацией гуляки Хэмес начал покупать ветхие здания И превращать их в влащенные стильные заведения Помню каждый раз, когда я открывал новое заведение Кто-нибудь обязательно говорил отцу Ваш сын сумасшедший? Что он делает? Он напорится? Он вас разорит? Ошибка В 1996-м, когда Джастину было всего 24 Отец с матерью назначили его исполнительным директором семейного бизнеса Даже при том, что я стал исполнительным директором Отец поддерживал меня на 200% Он был великолепен, поскольку не было никакой силовой игры Если к нему приходили с вопросом или за советом Он всегда говорил, что это надо решать с Джастом И таким образом он очень помог в переходный период Должность исполнительного директора укрепила в Джастине уверенность В возможности перехода от баров к чему-то более крупному Именно в Сиднее пятизвездочные отели были унылыми Я решил, что могу посоревноваться с этими международными отелями И сделать что-нибудь поинтереснее В 1996-м году он потратил 50 миллионов, превращая сгоревшее здание В первый в Австралии роскошный модный отель Истеблишмент Момент был выбран идеально Близилась Олимпиада 2000-го года И Джастин создал отель, в котором хотели жить все Мы открылись за два дня до Олимпиады И с момента открытия он стал полон Публика со всего света Буквально все просто ломились сюда Потому что это была возможность потусоваться Пожить рядом с Олимпийцами У нас были очень многие медалисты Эксклюзивный бар истеблишмента под названием Хемисфера Место, которое надо видеть Стинг и сэр Боб Геллдов Все богатые и знаменитые тусовались в Хемисфере Муж Николь Кидман, Кит Урбан, устраивал здесь мальчишник перед свадьбой Благодаря успеху истеблишмента Джастин укрепил репутацию представителя второго поколения Хемисфер Способного к быстрому обогащению У отца мозги фантастически варят в бизнесе Это он подтолкнул меня пойти на этот риск Это был рассчитанный риск Конечно, была определенная поддержка, определенный талант Но, конечно, надо было подставлять свою шею Так он и поступает На каждом проекте он подкрепляет свои слова делом Его последний риск, стоимостью 125 миллионов долларов, пока что самый крупный Концепция такова Это моя идеальная квартира, или апартамент, или дом в центре города И все идут сюда повеселиться Он истратил 20 миллионов на приобретение этого места За три года, которые ушли на согласование планировки Прикупил соседние здания, втрое увеличив инвестиции Какая конструкция? Это стройка его мечты Но времена изменились Рынок переполнен И чтобы оставаться наверху, ему придется выдержать жесткую конкуренцию Айви для нас игра по-крупному Это большие расходы Это очень амбициозный проект И в известном смысле уникальный Еще никем не опробованный Но не проходит ни одного дня Чтобы я не думал Почему же все идет так хорошо? Почему? Ведь никаких отличий от других Почему же все так хорошо? И это меня беспокоит К 34 годам он многого достиг Но только время покажет Оправдалась ли его ставка на Айви Самые богатые люди в мире В следующей программе про самых богатых людей в мире Канадский миллиардер, которому принесло миллионы его онлайновое казино Француз, который затопил Нью-Йорк шоколадом Украинский миллиардер со вкусом к самым дорогим виски в мире И сингапурец, который построил гавань для мега-богачей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова